Израильская армия призвала палестинцев бежать из Газы. Уроженец Чечни убил французского учителя в так называемый день джихада, объявленный Хамасом. А в России задержали адвокатов Алексея Навального. Это воздух, новости на Ходорковский лайв. Меня зовут Елена Малаховская. И прямо сейчас обзор главных событий к этому часу. Война в Израиле остается главной темой мировых новостей уже семь дней. Представители Хизбаллы заявили, что готовы вступить в войну на стороне Хамас, но, цитата, когда придет время, заявил заместитель руководителя организации Наим Кассем на палестинском митинге в южных пригородах Бейрута. Ранее в связи с напряженной обстановкой на израильской ливанской границе министр иностранных дел Ирана Хосей Намир Абдалахян встретился с лидером Хизбаллы. Он отметил, что продолжающиеся военные преступления против палестинцев в Газе, несомненно, вызовут коллективный ответ со стороны сопротивления. Многие опасаются, что война Израиля с Хамас примет новый оборот, если к ней присоединятся боевики Хизбаллы. Хамас ранее объявил 13 октября всемирным днем джихада или днем ярости. Террористы призвали мусульман по всему миру причинять вред Израилю и евреям. И на этот призыв откликнулись. На севере Франции в городе Арас преступник с ножом напал на лице и выкрикивая Аллах Акбар, он убил учителя и ранил нескольких человек, нападавшего задержали. Источник издания АФТ сообщил, что это 20-летний россиянин, конкретнее уроженец Чечни. По данным BFMTV, он бывший ученик этой школы. Задержан также его брат. Ранее в этот же день неизвестный с ножом напал на сотрудника израильского посольства в Пекине мотива преступника. Неизвестный пострадавший находится в больнице с ножевым ранением. В рамках того же дня ярости по исламскому миру сегодня проходят антиизраильские демонстрации. Сообщения о таких митингах приходят из Ирана, Ирака, Иордании, Туниса и других стран. Протестующие обвиняют Израиль в геноциде. Многотысячный митинг собрался в столице Ирака-Багдаде на площади Тахрир. Его участники жгли израильские флаги. Поддержали Хамас и Иордании. «Азу, войны! Глава, войны! Глава, войны! Глава, войны! Глава, войны! Глава, войны!» Сотни иорданцев с палестинскими флагами попытались прорвать израильскую границу. Король Иордании Абдала II приказал подавлять пропалестинских митингующих. Полиция применила против них слезоточивый газ. В то же время Абдала II встретился с госсекретарем США Энтони Блинкиным. Глава Иордании потребовала снять блокаду с сектора газа и открыть гуманитарные коридоры для доставки медицинской чрезвычайной помощи. Также он предостерег от попыток вытеснить или переселить палестинцев с их земель. В сообщении Королевского дворца говорится, я цитирую, «кризис не должен распространяться на соседние страны и усугублять проблему беженцев». Утром 13 октября Израиль приказал всем жителям сектора газа с севера сектора газа эвакуироваться на юг региона в целях собственной безопасности в течение суток. Заявление было опубликовано в соцсетях израильской армии. Цахал заявил, что боевики Хамас скрываются в туннелях под домами и внутри зданий, населенных мирными жителями. Израиль потребовал от жителей дистанцироваться от террористов Хамас, которые используют их в качестве живого щита. Таким образом, Израиль потребовал, чтобы миллион человек покинули свои дома за 24 часа. Израильтяне сбросили на газу листовки с призывом покинуть территории, которые вскоре окажутся в зоне поражения. В них говорится, я цитирую, «Цахал не заинтересован в причинении вреда вам или членам вашей семьи. Любой, кто находится рядом с террористами Хамаса или террористическими объектами, подвергнет свою жизнь опасности». Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжарик заявил, что перемещение миллиона человек невозможно без разрушительных гуманитарных последствий. Позже и сами израильтяне признали, что срок обозначен нереальный. Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, я цитирую, «Мы пытаемся выделить время, прилагаем много усилий и понимаем, что это не займет 24 часа». Хамас призвал игнорировать этот призыв, однако жители обозначенных территорий действительно собираются и уходят на юг. По данным ООН, за последние сутки территорию покинули 423 378 человек. Детский фонд ООН тем временем заявил, что при израильских ударах по Газе погибли 447 детей и с каждым часом жертв все больше. Израиль же стягивает танки к сектору и готовится к наземной операции. Хамас тем временем ударил по аэропорту Бен-Гурион. Обстрелу также подвергся Ашкелон, сообщила Аль-Джазира. По данным 12 канала, одна из ракет попала в дом. Боевики утверждают, что с утра выпустили по территории больше 150 ракет. Кроме того, боевое крыло Хамас заявило о нанесении ракетного удара по штабу Северного военного округа Израиля. Террористы также утверждают, что сбили из ПЗРК израильские самолеты F-16 над сектором Газа. Очевидных свидетельств падения истребителя нет, однако на одном из видео можно разглядеть дым в небе и нечто похожее на парашют. С начала войны, то есть 7 октября, в Израиле без вести пропали уже 13 россиян. Это данные российского посольства в стране. При этом Россия не планирует эвакуировать своих граждан. Россиянам рекомендовали покинуть Израиль, воспользовавшись регулярными рейсами. Президент Владимир Путин тем временем занят решением палестино-израильского конфликта. Свою позицию назвучил сегодня на заседании Совета глав государств СНГ. Мы исходим без альтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров. Их целью должна стать реализация ООНовской формулы двух государств, предполагающей создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, соцсуществующим в мире и безопасности с Израилем, который безусловно, мы тоже видим же это, подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаке. И, конечно, имеет право на защиту, имеет право на то, чтобы обеспечить свое мирное существование. Пока же Путин размышлял о Ближнем Востоке, ему посвятило заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы. О его результатах сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Парламентская Ассамблея Совета Европы единогласно, еще раз единогласно признала Путина диктатором, призвала после окончания его этого президентского срока считать его нелегитимным, призвала все страны остановить контакты с ним, кроме контактов для гуманитарной линии или поиска мира. В резолюции ПАСЕ сказано, что на восстановление демократии в России отвечает интересам не только российского народа, но и Европы и всего мира. Пока же в России набирают обороты вечные спутники диктатуры – политические репрессии. Сегодня утром стало известно, что у адвокатов Алексея Навального прошли обыски по делу об участии в экстремистской организации. Позже пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш написала в Твиттере, что их задержали, причем как подозреваемых, а не как свидетелей. По данным Медиазоны, силовики задержали Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина. Корреспондент издания также сообщил, что прокуроры в Басманном суде Москвы уже в открытую обсуждают подготовку к избранию меры пресечения для задержанных. Адвокат московской коллегии Долет Светлана Давыдова сообщила, что в офисе организации тоже проходят обыски. В Долете состоят Липцер, Сергунин и Ольга Михайлова, которая тоже защищала Навального. А против уже отбывающего срок по делу о военных фейках Алексея Горинова завели еще одно производство об оправдании терроризма. По какому именно поводу, неизвестно. Горинова перевели из колонии в СИЗО Владимира, где поместили в ШИЗО. Новое обвинение он прокомментировал так. «Все больше ощущаю себя военно-пленным в своей, кем-то оккупированной стране». В Чечне же начался суд над волгоградцем Никитой Журавелем. Его обвиняют в оскорблении чувств верующих и хулиганстве за сожжение Корана. Суд продлил арест Журавеля еще на пять месяцев. Та сообщил, что он частично признал вину в самом сожжении Корана. Журавель утверждает, что мотивов грубого нарушения общественного порядка у него не было. Следующее заседание суда назначено на 24 октября. На фото с сегодняшнего заседания видно, что Журавеля избивают в СИЗО. Как минимум, у него синяк под глазом. При этом у него отросшие волосы. Вчера же в телеграм-канале Рамзана Кадырова было опубликовано видео, в котором Журавель обещает принять ислам. Происходящее просто поставив лайк. Поставив лайк, вы помогаете нам распространять наши ролики и трансляции. И подпишитесь на Ходорковский лайв, если почему-то этого не сделали до сих пор. Скоро увидимся.